Пчелка летает. Решили мы с Димой выдать пчелам белковую подкормку открытого способа. Состав будет примерно такой же как мы лепешки делали. Это дрожжи пищевые, пивные дрожжи дезактивированные, соевая мука и красный перец. Ожидается у нас похолодание опять почти на неделю. Температуры ночные будут падать ниже минус десяти. Сильный ветер, снег, дождь и мы решили с Димой пчел занести собственно в зимовник обратно. Потому что семьи у нас были отводки на трех на четырех рамках. Есть семьи очень слабые. Они сильно просили с прошлого видео, как я снимал. И получается, что расплода там много. В ульях тепло, им хватает как бы вот той массы пчелы, чтобы обогревать расплод на трех на паре рамах. Но я думаю, что такую холод неделю они просто не переживут. Те, что есть, сожмутся в клуб. Вот. Часть расплода неименуемо, мне кажется, погибнет. Вот. Еще не решили с Димой заносить пасеку всю или нет. Но, скорее всего, всю занесем и на греха подальше. Лучше они пускай там стоят. Так, пойдемте покажу, как буду давать подкормку. Опять ветер начинается. Сородил такую конструкцию из двух ульев. Туда положил крышку, чтобы ветром сильно не раздувало. Сейчас мы насобьем туда подкормки. И потом покажу, будут брать пчелы или не будут. По поводу состава, всем руководствовались. На самом деле, опыт небольшой. Уже пробовали давать белковую подкормку. Пчелы брали. Оценить эффект от этого мы пока, к сожалению, не можем. Непонятно, дает он что-то или нет. Но в этом году получается такая ситуация, что у нас пчелы держатся за счет остатков медоперковых рамок. С тем, что не хватает... Ну, нет расплода, как бы ему особо и не надо, получается, брать. Посмотрим, что будет с этой подкормкой. Пускай лучше у них будет запас хотя бы такого белкового корма, чем вообще никакого. Потому что верба, она местами уже распускается, но погоды нет вообще. Вот два дня постояла теплая погода. Сегодня плюс 15. Пчела хорошо влетает. И все, и опять неделя холодов. Я боюсь, что верба вообще отсветет и пчелы себе пальцы толком не наносят. Такие вот у нас дела. Вот такая вот подкормка получилась, смесь у нас. Обратил внимание, что вот я только замешивал, пчелка уже начинала кружиться, сейчас вот улетела. Ну, через час включу, посмотрим, посмотрим, что будет. Друзья, вот буквально только убрал камеру и пчелка опять перелетела, посмотрите. Еще мусор не успел убрать, вот она уже кружится. И она здесь не одна, только что сбоку улетела. Вот, я не знаю, как они так находят. Вот еще одна, смотрите. То есть это буквально прошло, ну сколько, ну полминуты, я ей говорю, даже мусор не успел убрать. Как-то она это все унюхала, нашла, прилетела. Ну, дай бог, чтобы лишь бы им на пользу было. Прошел где-то час с тех пор, как я раздал подкормку. У пчел хороший лед, поднялся ветер, но пойдемте посмотрим, что там получилось с нашей подкормкой. О, я уже издалека вижу, что там он шлак. Вот такое тут остолботворение, пчелы со всех мест лезут, посмотрите. Вон они там. Со стороны освещенной солнцем их больше, пчелки все грязные. Такая ситуация. Ну, лишь бы на пользу. Набивают их в мешочки, куда собирают пульсу и таскают в гнезда. Надеюсь, что это им может прокормить расклад. Сейчас ездил за полосками, разговаривал с пчеловодами. Ну что, у всех ситуация такая не очень. Пыльцы нету. Только холодно. Развитие пчелы слабенькое. Такая не видно, к сожалению. Не могу показать пыльцы, но заслоняю солнце. Сейчас видно. Пчелка такая заходит вся испачканная с камышками серы. Ну, лед стоит везде очень неплохой. Ну, дай бог. Будем смотреть, наблюдать дальше. Посмотрим, за сколько они соберут всю эту подкормку. Там получается около... Около-коло-коло-коло-коло-коло-коло-коло. Ну, ажиотаж там, конечно, сглазки. Ажиотаж, конечно, ого-го-какой. Если они выберут это, не знаю, до обеда, дамы еще на верхней подкормке. С мужиками разговаривали по поводу того, не само ли это обман. Только и такие видны. Я думаю, пчелы не дуры. И виднее, что стоит брать. Хотя и в опилках их видели не раз. Как они там собирают обножку по весне. Хотел показать по поводу теста, которое мы раздавали в прошлый раз. Что с ним? Как они его едят, не едят? В целом, результат такой. Если семья более-менее сильная, она его ест. Если слабенькое, то... Видимо, такая вот семья на четыре рамки плотной апсидки. Я сокращал. И тесто вот прям вот с той стороны выгрызли. Видать, со стороны расплода. Расширять пока не буду. Подожду недельку, пока холода пройдет. А там будет видно. Вот. Такие дела. Ветер сильный. Неудобно очень работать. Но... У нас, по-моему, каждую весну сейчас так. Ну и по нашей белковой подкормке пчелки до сих пор активничают. Вот в начале видео показывал, что в основном с солнечной стороны была пчела. И посмотрите, с этой стороны она полностью вывела, получается. Ее прям почистила до самого... до самого донышка, можно сказать. Ну... А вот серую муку, которая дрожжи пивные, она не особо-то и старается брать. Посмотрите. Я там в конце достаточно много еще сейчас вот с этого рамки зайду. Вот она. С этой стороны. Видите, как... В принципе, я когда про эту пивную... Пивные дрожжи пройти смотрел, то пчеловод... Он и говорил, что пивные дрожжи, они пчелам не нравятся. Но... Они вкупе, получается, с соевой мукой дают достаточно сбалансированный белковый корм. Ну, не пыльца, конечно, но... Что-то приближенное. Вот. Ну... И здорово. Я думаю, они до вечера ее заберут. Прошло примерно пять часов с тех пор, как я ее насыпал. Будем продолжать работать. Сейчас меняю пчелам полоски. Вот. У нас по плану получается трехкратная обработка. Через каждые пять-семь дней. Вообще надо через пять, но через пять, увы, не получается из-за погоды. В сильную холодную погоду стараюсь не лазить по себе. Ну что, друзья, день подходит к концу. Лед уже не такой сильный. И вот, что у нас получается. Ну... Я думаю, половину они точно забрали, а то и больше, наверное. Остался вот там... Сейчас, наверное, не видно на телефонах. Крупная фракция красного перца осталась вот здесь вот. И... Мука, собственно, с этим... С пивными дрожжами. Ну, берут они активно. Семьи, когда вот рамки смотрел, подставлял полоски от клича, видно, что заносят, складывают в ячейки. Сейчас будет неделя холодов. Вообще нелетная погода будет, скорее всего. Я думаю, им будет очень кстати эта подкормка. Вот. Такие дела. Будем дальше следить за развитием пчелок. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok